Один-два раз, ещё раз о картинах, ну и искусство как игра. У игры и искусства действительно много общего. Это наши инстинкты, ну все дети любят играть и рисовать, и зачастую это взаимозаменяемо. Это развитие, приобретение неожиданных навыков, знаний в периферических областях, не связанных, кстати, с нашими физиологическими нуждами, с нашей профессиональной сферой. Это безопасный, бесконфликтный мир, это свобода выбора и как результат получения удовольствия. Хотелось бы остановиться на описании одного эксперимента. Две группы испытуемых в течение пяти дней восстанавливались после работы, используя одна группа – программу для медитации и вторая группа – некую предложенную игру. Игроки переносили стресс лучше, чувствовали себя более расслабленными к концу рабочей недели. И, как оказалось, степень удовольствия от игры, оцененная с помощью онлайн-опроса испытуемых, она напрямую зависела от этого уровня восстановления после работы. И если вы не сумасшедший игроман, где азарт переходит в разряд психического отклонения, и, с другой стороны, не просто убиваете время, любую игру можно оценивать именно так. И в любой игре можно выделить как минимум четыре критерия, необходимые для восстановления. Помогает расслабиться медитация, предоставляет возможность овладеть новыми знаниями, каким-то навыком обучения, захватывает и отвлекает от проблем, ну и в конечном итоге позволяет игрокам обрести уверенность, повысить самооценку, восстановить контроль над собой. Рассматривая искусство как игру с точки зрения художника и зрителя, легко выделить и оценить его, ну, искусство по тем же критериям. Во-первых, да, творчество в целом помогает расслабиться. Такая арт-терапия для художника и зрителя. Мне не очень близки художники-безумцы, взъерошенные, мечущиеся перед холстом в грязном свитере или в порыве вдохновения, плескающие краску. Я скорее за имитацию такого безумства и за контролируемую случайность, за хорошо подготовленный экспромт. Зрителю легко расслабиться, когда он видит не кривые линии, исполненные дрожащей рукой, мучения, переделки, борьбу с материалом, но и слишком расслабленный подход, неприемлем. Пружина должна быть, но она должна быть внутри. А писать по принципу «я так вижу, мне так нравится» – это дилетантский подход, но если только вы не занимаетесь этой самой арт-терапией, исключительно для себя. А в качестве зрителя у вас там домашние питомцы и соседка, которой так всё нравится. Во-вторых, работающий художник не упускает возможности усовершенствовать технологию или свои технические приёмы. Он копирует старых мастеров для лучшего понимания, видения, для тренировки. Ну и натура параллельно предлагает всё новые и новые формы, нестандартные ритмы, затейливые объекты, световые эффекты, какие-то цветовые нюансы для воплощения обдуманного решения. Обучение – это нормальное состояние творческого процесса, ну и, конечно, процесса восприятия. Картина-загадка со скрытыми смыслами, фокус, рождающий удивление, ну или необычные предметы, винтажный фон, историческая сцена. Зритель тоже хочет узнать что-то новое. Он не против обучения. Ну, главное – не перестараться и не пытаться одной фиолетовой кляксой рассказать историю мироздания, снабжая свои арт-объекты двадцатистраничными аннотациями. Зритель пожмёт плечами и восприняет это как издевательство, а не как обучение. В-третьих, творчество, безусловно, сильное отвлекающее действие. Ну, если, конечно, художник не работает на фабрике по ручному воспроизводству картин. Обычно работа над картиной, живопись требует работы совершенно особых отделов мозга, других моторных навыков, отличных от основной работы. И разные техники, ну, как, например, тот же самый многослойный метод, они лишь пытаются упростить процесс создания картины, разделив общую сложную задачу на части, где на каждом этапе потребуется концентрация. Степень же отвлечения зрителя в руках художника насколько эпатировал, насколько отвлёк от сегодняшнего дня, или конкретно от его дня. Трудно удивить учителя биологии ботанической живописью. Сложно порадовать хирурга картиной про операцию. Кстати, поэтому исторические и псевдоисторические картины всегда были популярны, поскольку это шаг в другое время, в другой мир. Есть, конечно, и обратный момент, насколько убедительно показана ситуация, знакомая зрителю, чтобы он сказал, да, точно подмечено. Но согласитесь, дальнобойщик должен очень сильно любить свою работу, чтобы улыбаться, глядя на привычную картину, открывающуюся из кабины. Такое возможно, но это скорее исключение. Люди, влюблённые в свою работу, не нуждаются в снятии стресса посредством игры или искусства. Они ищут не от влечения, а продолжения. Или стресс не от работы. Или вообще нахождение в стенах музея для них ещё больший стресс, и они просто пытаются вернуться в зону комфорта. В-четвёртых, художник создаёт вполне материальный объект, являющийся результатом его профессиональных манипуляций. Если этот результат оценен хоть сколько-нибудь положительно, можно говорить о повышении самооценки, контроле. Наплевать на мнение зрителей может позволить себе только очень уверенный в себе художник. Но это игра в одни ворота, и тут мы возвращаемся к идее индивидуальной арт-терапии. Что касается зрителя, он тоже чувствует уверенность, когда узнаёт автора, когда чувствует стиль, когда понимает, как это сделано, когда понимает, что происходило в этот исторический промежуток, и что художник хотел сказать, когда он понимает, почему так. Или он с удовлетворением отмечает тенденции или параллели, первичность или заимствование. Поэтому многие зрители не ограничиваются нравится-не нравится, а считают вполне нормальным послушать аудиогид или полистать книжку. Это тоже ведёт к повышению самооценки и контролю в конечном итоге. Ну а все четыре критерия – медитация, обучение, отвлечение, контроль, если они присутствуют, говорят об удовольствии. Об удовольствии творить, задумывать, писать, создавать картину, заниматься живописью. И об удовольствии созерцать и оценивать, понимать и интерпретировать, покупать и иметь на своей стене. И все тут выигрыши в некой такой позитивной, не агрессивной мотивацией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...